И всем привет, ребята! С вами, как всегда, Миша Ют. И сегодня мы снимаем вторую часть обзора на моей книге. Это вырежем. Извините. Ну что, сейчас я покажу вам три своих книги. Почему три? Почему так мало? Да, потому что одна там особенная. Особенная. Почему? Потому что она... Вот сейчас, вы сами поймёте. Эта книга, в ней... Ну, там... Это энциклопедия. Я читал оттуда, то есть рассказывал вам в нашем мире разные всякие... Ну-ка, в общем, истории. Вот, например, планеты. Ну ладно, мы перейдём к ролику и всё вам покажем. Со мной сегодня Миша Ют. Всем привет, ребята! Он сейчас тоже принесёт свою книгу, то есть комикс. Какие-нибудь книги я сейчас принесу. Да. И тоже где-нибудь. Тоже Миша три книги принесёт. И расскажет вам о них. Ну, а мы... Кстати, у меня сейчас идёт первая часть. Ну, а мы сейчас вернёмся. Итак, дорогие друзья, пока Миша там берёт свои книги, я расскажу вам о своих книгах. Вот, Миша уже подобрал три книги. Он потом вам о них расскажет. Ну что? Нет, давай, Миша, ты одну вот этот вот комикс расскажешь, а другую оставишь уже на следующую часть. Давай. Итак, сейчас я вам расскажу о первой книге. У меня также будет ещё и комикс. Кравить и холз. Итак, это Ветер, Выбор. Тут Миш и Крот путешествуют. Вот, в общем, они познакомились, начали дружить и путешествовать по миру. Крис там был тоже. Такая вот лягушка. Сейчас вам покажу картинки этой книги. Вот такая картинка. Это тоже. Они потом начали тоже искать себе друзей. Кто читал, поставьте лайк. Книгу написал Кеннито Грэмма. Вот. В принципе. Миша тоже смотрит, он не читал книгу. Вот жилище Крота. Вот мы с Крисом. Сидят в лодке. Тоже этот момент помню. Ну что, переходим к следующей книге, то есть к комиксу. Кстати, у Тёмы, у Тёмы как там, второй сезон. И первый. Так, это забытые, это Гравити Фолз, забытые легенды. Четыре новых эпизода сразу здесь. Вот. Сейчас я прочитаю вам об этом, об этих четырёх эпизодах вот здесь. Нет ничего загадочного в успехе Гравити Фолз. Ведь это множество очень умных и искренних рассказов об очень сложных характерах на экране или на бумаге в виде комикса. Это одно из лучших произведений для детей на сегодняшний день. Вот. И посмотрите. Тут есть значок биошифра. Но вам его... Вот. Вот. Вот он светится. Он переливается. Биошифр. Кто смотрел Гравити Фолз или хотя бы его читал, тот знает. Такой биошифр. Я знаю. Ну, ещё он смотрел. Посмотрите. Вы думаете, что это обложка книги? Мы в этом перейдём. Я вам чуть-чуть почитаю там. Комикс. Вы думаете, это обложка книги? Нет. Мы вот так вот делаем. Сейчас вам покажу. Она просто вот такая вот. Красивенькая. На ней просто ничего вот не написано. Она просто вытащила. И... Вот. Очень. Я ещё её не начинал читать, конечно. Но вам я чуть-чуть почитаю. Почему не начинал? Потому что я... У меня там ещё первый эпизод не дочитан. И второй не дочитан эпизод. Про них я расскажу в третьей части. А у Миши есть четвёртый эпизод. Давайте мы покажем. Быстренько. А потом вы увидите всё в ролике. Вот. Потом мы... Миша вам всё это покажет. Расскажет. Он... Миша ещё читать пока не умеет. Но он по картинкам как бы там определяет. То, что... Его хвалят то, что он учится. Так. Ну что. Давайте чуть-чуть почитаем этот комикс. Так. Вот такая вот обложечка. Ничего просто не написано. Ну, написано, конечно, Гравити Флоза, БТ, Легенд. Да об авторах ничего не написано. Повтор. Так вот. Читаешь спокойно. А нет. Написан. Автор Алекс Хир. Ну что. Давайте я вам прочитаю вот эту вот страницу. Тут... Вот эту. Тут рассказывается об... Этой... Этой тех эпизодах. Укрыты там, куда не попадают золотые солнечные лучи. Затерянный между ключиками ежевики и тревожной песней лесного ручья. Лежит легендарный и невидимый мир. Не отмеченный ни на одной человеческой карте. Страна гномов. И в последние стрии этих созданий шли... Шли... Шмебулок. 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 Ты глянь на этого дурачка. Это говорят гномы. Я вам потом поближе покажу страницу. Шмебул... Шмебулок. Шмебулок. Да, это он. Берегись. Ага. Но этот бедняга вовсе не такой, каким кажется на первый взгляд. Уж я это знаю. Вот. Давайте покажу вам эту картину вблизь. Вот. Можете поставить на паузу, посмотреть. Ну что? Что-то мы на этом комиксе задержались. Сейчас мы переходим к нашей энциклопедии. Поехали. Опа. Вот я ее получу. Так. Что вообще? Вы знаете все об этой энциклопедии. Ну как все? Это будет рассказываться еще в наших мирах. В нашем мире. Уже, кстати, скоро выйдет пятая часть. Она выйдет в августе. Ну что? Поехали. Большое подарок для школьников. Я вам покажу тут только содержание, дорогие друзья. Потому что... Ну и картинки некоторые. На первых страницах. Это просто огромнейшее содержание. Просто вообще. Вот досюда рассказывал. Поэтому, ребята, наш мир будет еще продолжаться. Если он будет, конечно, вам еще нравится. Наш мир. А то я вижу, он уже, посмотрим, чуть спадает. Ну что? А сейчас мы переходим на часть Мишиных книг. Ну что? Давайте. Сейчас вернемся. Четвертый сезон Граффити Фоллс. Сейчас Миша вам покажет. Это комикс тоже. Да, у Тёмы первая, вторая и третья. Это какая? Это... Это... Тут не написано, какие эпизоды. Но тут четыре эпизода сразу. Сейчас, смотри. Ну что, давайте посмотрим на Мишины книги. Итак, сейчас я вам, давайте, прочитаю, что вот здесь написано. Каникулы Диппера и Мейлбл становятся все интереснее. По мере того, как они открывают новые тайны Граффити Фоллс. Тайный код вызывает к жизни из компьютерной игры любимого персонажа Диппера Рамбла. Миша волшебный кристалл то уменьшает, то увеличивает двойняшек с почти катастрофическими последствиями, а потом им еще приходится сразиться с летоунским ловкачом во время странного праздника Летоуина. Летоуина? Не Халуина? Ну что, давайте Миша покажет сейчас вам картинки этого комикса. Так, давайте. Первая страница какая-то. Сейчас Миша покажет. Давайте, можете поставить на паузу, посмотреть. Покажи чуть поближе. Вот так. И покажи вторую страницу. И мы уже переходим к прощанию. Так, вторая. И вот вторая страница. Как говорится. Ну что, дорогие друзья. Сейчас мы с вами, нам с вами придется попрощаться. Мы снимем обязательно третью часть. Если Миша, конечно, согласится на третью часть. Так, конечно. Поддержать-то подписчиков надо. И мы будем снимать тоже все еще ролики для вас. Завтра, еще не знаю, выйдет ли ролик, но с Веней или Марусей он точно выйдет. То есть он у меня на все дни практически планируется. Даже вообще на все дни. Ну... Ну что? Тогда всем пока! Кто ждет третью часть, тоже поставьте лайк. Ну что? Подписывайтесь. Всем пока!